Привет, меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку событий из Google календаря в Google таблицу. Это нужно, чтобы передавать данные по вашим событиям из Google календаря в другие системы. Например, при появлении нового события в Google календаре вы сможете добавлять новую строку в Google таблице. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google календарь. Теперь необходимо указать действие. Вы можете выгружать события при разном их состоянии. Например, я хочу выгружать все новые события, поэтому я выбираю загрузить события новые. В этом случае, при появлении нового события в Google календаре, оно будет передаваться в Google таблицу. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google календаря. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль вашего аккаунта Google. Далее необходимо предоставить системе Apex Drive разрешение на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо выбрать из какого календаря будут передаваться события. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы видите данные по одному из ваших событий. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. На этом этапе вам необходимо выбрать систему приема данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действия. Добавить строку. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль аккаунта Google, в котором находится необходимая таблица, в которую вы хотите передавать данные. Также необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, на который будут передаваться новые события из Google календаря. После этого вы увидите ваши колонки Google таблицы, в которой можете назначить переменную из Google календарь. Для того, чтобы добавить переменную в колонку, необходимо кликнуть в нее и выбрать переменную из выпадающего списка. Когда необходимые переменные назначены в колонке, опускаемся вниз страницы и кликаем Продолжить. Теперь вы видите пример данных, которые назначены в вашей колонке Google таблицы. Если вас что-то не устраивает, кликните Редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем Отправить тестовые данные в Google Sheets. После успешной отправки, переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Теперь вы можете изменить название связи, если в этом есть необходимость, а также выбрать интервал обновления, например, один раз в пять минут. Наша система будет раз в пять минут проверять наличие новых данных в Google календаре и передавать их в Google таблицы. После настройки кликаем Сохранить. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи!